Итак, уважаемые, очередное видео, это будет видео для начинающих пчеловодов, подходит осень, надо кормить, как кормить, зачем кормить, кого кормить, почему едят, почему не берут сахар, это вопросы будут такого порядка рассказаны в этом видео. Прежде, ну естественно, маска у меня всегда под боком, некоторые пчеловоды задают вопрос, а ты масочку одеваешь? Да, это уже вот 10 лет этой маски одеваю, вот. Осенью хочу сказать, что пчелы, большинство пчел в семьях старых есть, они без разговора, без спроса берут и кушают, жалят. Но все зависит от погоды, если погода была приятная, они накормлены, они не кусают. Итак, друзья мои, зачем кормить? В Германии осенью стараются у всех пчел изъять мед и задать сахар, сахарный сироп. Почему? Мед осенью часто бывает по местностям падевы, или очень плохо зимуют они, он засахаривается зимой, и зимой воды негде взять, и пчелы просто не могут его растворить, и мед остается, и пчела мертвая. Поэтому это один из вопросов, который приводит к проблеме замены меда на сахарный сироп. Или добавка, если даже есть у вас мед небольшой, и вы видите, что меда не хватает, вы должны добавить туда сахарный сироп. Сахарный сироп добавляется в разных пропорциях. Одни делают его один к двум, поясняю, что такое один к двум. Это означает, одна часть воды, две части сахара. Некоторые кипятят, это занимает длительный период времени, вот, и человеку, чтобы сделать большую порцию сахарного сиропа, то приходится затрачивать огромное количество времени. Скипятить, остудить, разлить. Я никогда не кипячу. Сначала, когда начинал, то я придерживался разным инструкциям. И когда стал усматривать на интернете различную информацию, я узнал, что пчеловоды делают один к одному. Что это означает? Это означает, когда вы делаете один к одному, то есть половина сахара, половина воды. Пол банки сахара, пол банки воды, пол ведра сахара доливаете водой, ведро получается, размешиваете. То сахар в таких случаях растворяется почти в 100%. Поэтому пчеловоды хотят как можно уменьшить работу для пчел и дают один к двум. То есть, когда дают один к двум, одну часть воды и две части сахара, сахар не растворяется, его нужно кипятить. При кипячении, при нагревании он тогда растворяется. И такой сахарный сироп тоже дают. И некоторые добавляют уксус. Одну ложку там, я уже не помню, потому что я не добавляю. И считаю, что это не совсем приемлемо добавлять сахар. Сначала я как-то добавлял, но на интернете разделилось мнение. Одни говорят, что это очень вредит и может послужить к гибели даже пчел. Другие говорят, нет, это не вредит. То есть, это все из практики некоторые не добавляют, некоторые добавляют. Итак, друзья, дорогие. Значит, дальше мы рассматриваем. Сделали сиропчик. Я делаю один к одному. Пол банки сахара, пол банки воды. Вот. Размешали. Вот я сделал такие ящички. Два ящичка. Вот. Сюда ставлю по баночке. Я рекомендую давать баночками. Почему? Здесь влазит 8 баночек. 8 баночек влазит сюда. Сейчас покажу, как это работает. Очень удобно. Это 8 баночек по литру. По литру. Вот так берете. Это значит 8-литровое ведро с этой стороны, 8-литровое с этой стороны. 8 литров вам поднять легко. Носить по другими способами. Или на подносе, или на поддоне. Тоже можно. Но оно не так технично. Где-то спотнулись, упали. А здесь баночки стоят очень хорошо и удобно. Итак. Сейчас мы посмотрим, как пчелы берут. Каждая семья берет по-разному. Одна семья берет хорошо мед. Вернее, сахарный сироп. И запасается складывать. А другая не берет. Поэтому у вас возникнут вопросы, когда вы будете давать. Я рассказываю мой метод. Другие методы есть тоже. Значит посмотрим, что здесь дают. Вот я давал 4 часа назад баночку. Немножко сахар не растворился. Потому что я всегда чуть больше половины сыплю. Чтобы концентрация была в норме. Что она представляет? Это вот у меня надставочка. Видите? Надставочка. Сюда можно ставить рамочки. Здесь у меня, как видите, сеточка. Это очень безопасно. Некоторые открывают улик, заливают в емкость. Это для меня очень безопасно. Дождь, не дождь. Я подошел, баночку принес с сиропом. Переворачиваю и ставлю. Тут маленькие дырочки, гвоздичком мелким пробил. И сироп не вытекает. Пчелы его высасывают. За счет вакуума он постепенно опускается вниз. Опускается, опускается, опускается. Эта семья молодец. Она у меня берет быстро и хорошо. Значит, что мы делаем? Берем баночку, отставляем. Сюда вот. Следующая. Смотрим следующую семью. А, эта семья, посмотрите сюда. Она съела только пол баночки. Она почему-то какие-то проблемы есть. Если семья, первая проблема, это у нее меда достаточно, она не хочет. Вторая проблема, сильно молодые пчелы бывают. Они с трудом перерабатывают сахарный сироп. Старые лучше. А молодые находятся в гнезде до 18 дней. И вот, видим, этот сироп можно по усмотрению вашему, если она все-таки съела пол баночки за 4 часа, еще оставить на 4 часа. Вот. Значит, эта семья доест за 4 часа до конца. Вот. То есть, у нее ресурсы не позволяют сразу, так сказать, использовать. Эта семья съела, смотрите, осталось немножко. Съела хорошо. Значит, ее тоже можно оставить. Но если у вас, так сказать, большая пасека, то я ставлю половину сегодня одной, половину другой семье. То есть, сначала 10 семей, на следующий день еще 10 семей. То есть, постепенно. Смотрим, как эта семья. Эта тоже половину съела. Ну, она через 5 часов доест, мы оставим им еще. Вот. Смотрим следующую. Эта съела. Ставим сюда. Эта съела. Ставим сюда. В общем, те семьи, которые хорошо едят, они у вас хорошо развиваются, хорошо запасы будут в зиму. Те семьи, которые плохо едят, вы должны взять на заметку и проконтролировать, почему. Значит, матка плохо сеет, значит, маленькая семья, бывает, что больная семья. Поэтому все это надо взять на заметку и в первую очередь проверить. Проверить. Практика показала, что семьи, которые даже пытаются кормить, они не берут сахарный сироп. Смотришь, у них пустые рамочки и пусто. Оказывается, они не способны взять и запасти. Они больные. И на зиму они обязательно погибнут. Лучше всего такие семьи, которые слабые и сахарный сироп не берут, разъединить. Если это она хоть что-то имеет там, ну, по емкости очень много там пчелы, но она не хочет брать. Вот. Или по частям подсоединить к крупным семьям. Там эта семья быстро износится, потому что она или чересчур старая, скорее всего так, чересчур старая, они тянут резину, экономят жизнь свою пчелы и не хотят быстро помирать. И когда их подсадишь в другую семью, там за счет количества пчел им говорят, ну, такая мысль напрашивается для них, что вы, ребятки, изнашивайтесь, быстренько перерабатывайте. Тут молодежь подрастает, она перезимует. Итак, друзья, смотрим дальше, как я работаю. Ага, опять пусто. Смотрим, ага. Ага, вот немножечко не доело. Могу забрать, могу оставить. Оставлю, пусть доедает. Меня нет желания так быстро. Окей, еще, смотрим, смотрим еще. Окей, немножечко не доедено. Оставим. Смотрите, оно не вытекает. Видите, чуть-чуть капнуть может, но не вытекает. Чем выгоден этот метод? Этот метод выгоден. Ага, пусто. Некоторые семьи у меня побольше, я знаю по количеству. Вот она полбанки такой съела уже. Это почти 2 литра. Вот, то, зная по составу семьи, я уже даю им чуть-чуть больше. Эта семья тоже почти съела 2 литра. В основном ставлю около литра. Это одна четверть или галлона. Итак, друзья, что я делаю дальше? Когда выставил эти баночки, я их так беру раз, два, три, четыре, пять. И сразу же ставлю сюда. Вот, мне удобно и хорошо перенести. Вот. Видите, четыре я сделал. Можете рассчитать на какие у вас баночки. Это приблизительно около литра. Это кодор. Вот. Это приблизительно 700 граммовая. Вот. А то почти 2 литра. Итак, смотрим дальше, что у нас еще здесь. Некоторые у меня тут не доели. Здесь у меня пусто, значит. Здесь, по-видимому, в этом ряду. Этим давать будем следующий заход. Потому что я даю один день одним, другой день другим. У меня много пчел. И меня устраивает такое время. Потому что это самое. Вот эта семейка не доедала. Я ее оставлял. Она доела. Вот. Смотрим дальше. Тут я им давал. Вот эта семейка не доедала. Осталось чуть-чуть. Видите. Вот. Ну, это можно забрать. Эта семейка не доела. Вот. Желательно, чтобы крыши плотно закрывались. Если крыши плотно не закрываются... Грань сюда. Начинается воровство. Пчелки старые залетают. И они сверху обсасывают. Поэтому, если одна пчела вылезла, она пошла сообщила, то тут будет целый рой у вас сидеть. И это, конечно, нехорошо, когда на вашей пасеке воровство. Вы должны все это предупреждать. Здесь тоже нема ничего. В свое время они сюда залазили. Вот видите. Вот они, воришки. Воришки. И думали, что я еще подставил. Но когда нету ничего не подставлено, я иногда ставлю вот так. Если крыша плотно не закрывается, у меня железная, я плотно положил. Она плотнее, пчелы не залазят. А так иногда бывает на перекос поставлю. Вот. Чтобы вентиляция была. И здесь ничего нету. Итак, друзья мои. Значит, вопрос. Мы сегодня посмотрели. Вот. Что следующий этап? Почему пчелы не берут? Если семьи берут, то ваша проблема. Хоть напополам медленнее берут, значит, ослабшая семья. Это хорошо. Если берут очень долго. Еще один секрет. Нельзя долго оставлять сахарный сир. Забираем сразу. Ставим сюда. И так вот у нас уже готово. Можно забрать один. Нельзя долго оставлять баночку. Если в вашей семье вот так вот пол баночки, вы лучше налейте свежего сиропа, а этой пол баночки поставьте той семье, которая быстро съедает. Она доест, этот сироп будет хорошего качества. А сюда поставьте новые пол баночки. Когда нальете, поставьте новые. То есть старый сироп желательно сливать. Вот. Ну, не больше двух суток, чтобы он стоял. Потому что он со временем все-таки будет портиться. И качество его будет ухудшаться. Итак, друзья. Я, конечно, не успел вам показать еще это самое. Слабые семьи. Ну, я думаю, вы уже сами разберетесь, посмотрите, слабые семьи, какие у вас по ходу действия, какие работают, какие не работают. Вот таким образом я забираю и иду. Несу. Спокойно. Если одна у меня или две. Ну, если у вас немного, там, 10 семей, то вы сделаете по 8 штук, 8 литров, это будет очень хорошо. Кормить обязательно надо. Вот. И зависит... Разные методы кормежки. Чем хороший мой метод кормежки, что в любое время дождик идет. Вы быстренько одели, там, зонтиком подскочили, крышку приподняли, банку, 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 банку закрыли. Ночью у вас нету времени. Вы выскочили ночью. Я, значит, что делаю? Иногда ночью. Вот. Вот это у меня тут переносная. Вот. Одеваю такую вещь. Ночь. Хочу вам показать. Приобрел. Я думаю, что можно такую на интернете приобрести. Ты ее покажешь потом. Она недорого стоит. Она включается. Красный свет. Вот. Видите? Красный свет. Мигающий красный. Вот белый свет. Видите? То есть, одеваю такую штучку. Вот. Она на лоб одевается. Вот. И ночью очень хорошо идете и видите. Если пчелы могут не реагировать сильно на красный свет. Белый свет они реагируют. А на красный я включаю. Не мигающий, а просто красный свет включаю. Включил. Хочешь так, хочешь так. Разницы нету. И он видно ночью, открываете они спокойно. Такое надеваете на лоб. Очень удобно, когда вы пришли с работы. Уставшие немножко отдохнули. Вот. И вы запросто можете сделать сиропчик. Уже попозже, в любое время поднести, поставили. На сутки вам хватит одной литровой баночки. Если вы находитесь дома, то можете каждые 4 часа проверять. Ну, в смысле, вы не работаете. То можете каждый день смотреть. Для пчеловодов выходного дня, которые приезжают на пасеку, ну, в субботу, воскресенье, для них этот метод практически не подходит. Им надо задавать большую емкость. Заливать, открывать, задавать не по литру, а сразу 4 литра минимум на неделю как раз. Вот. Эти емкости продаются. Пластиковые есть емкости продаются. Я там, у меня лежит одна. Я не пользуюсь. Остальные я все раздал другим пчеловодам, кто любит пользоваться. То им придется заливать сахарный сиропчик, и они за неделю его быстренько перенесут и переработают. Итак, друзья. Конечно, если есть у вас медок, медок именно весенний, майский, то это лучший вариант. Если остался медок у пчел, запечатанный с весны или за лето, то вы его не выкачиваете, просто добавляете сахару, и при таком варианте семья спокойно перезимует. Итак, друзья. Удачи, до встречи. Возникнут еще различные вопросы. Пожалуйста, задавайте. Захотите купить вот такой маленький фонарик переносной? Его можно купить. Там снизу посмотрите. Алиэкспресс или Амазон. Я думаю, что такие вещи там есть. У нас тут даже в магазинах продавался, мы покупали. То есть найти эту вещь можно, она очень удобна и приемлемая для работы ночью. Безопасно, не кусают пчелы, не надо открывать гнездо. То есть гнездо вы открываете лишь в том случае, когда вам надо проверить эту семью, почему она не берет. Итак, удачи, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Будем стараться отвечать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok